Доброе утро, дорогие радиослушатели и телезрители. В эфире программа «Якутск. Сегодня» у микрофона работает Ларина Сукуева за режиссерским пультом Екатерина Голикова и Николай Слепцов. На календаре сегодня 7 апреля, среда, и в нашем выпуске мы, как всегда, поговорим на самые разнообразные темы. Так, в ближайшие минуты мы поговорим о цифровой репрезентации культурного наследия долган для сохранения их традиционного образа жизни, а после затронем тему здоровья, ведь 7 апреля – это Всемирный день здоровья. Не забывайте, что для вас мы работаем только в прямом эфире. Звоните нам в студию, задавайте вопросы нашим гостям. Телефон в студии прежний – 320066-321166. Ну и, конечно же, наш WhatsApp-номер также работает – номер 8964-428-8818. Как вы помните, неделю назад в Якутске состоялся красочный финал молодежного фестиваля «Мусустар». А результатом этого масштабного проекта стало определение команд-победителей и обладателей гранта на общую сумму 3 миллиона 800 тысяч рублей из федерального бюджета. Лидерами стало 10 команд, а всего на конкурс было подано 64 проекта по 9 номинациям, в том числе «Патриотическое воспитание» и «Добровольчество». И сегодня я рада представить вам победителей в этих номинациях. Это Николай Захаров, преподаватель колледжа инфраструктурных технологий СВФУ, руководитель проекта «Цифровая репрезентация культурного наследия долган для сохранения их традиционного образа жизни». Этот проект победил в номинации «Патриотическое воспитание». А также у нас в студии Айна Гавицына, преподаватель того же колледжа инфраструктурных технологий СВФУ, руководитель проекта «Студенческая волонтерская помощь пожилым в освоении цифрового мобильного пространства «Смарт Эбе». Доброе утро, ребята. Доброе утро. Расскажите для начала о своих проектах. Николай, мы знаем, что вы стали обладателем самого крупного гранта 700 тысяч рублей. А в чем заключается ваш проект? Мы хотим репрезентовать культурное наследие долган, и вопрос появился не случайно. Проблема сохранения культуры, языка, коренных малочисленных народов Севера актуальна не только в России, но и во всем мире. По данным переписи населения 2010 года, во всем мире долган составляет всего лишь 7 тысяч. Из них молодежи 3 тысячи, а в Якутии проживают менее тысячи молодежи. И я задумался, что я могу сделать, чтобы сохранить культурное наследие моего народа. Я активно участвовал в разных мероприятиях и видел, что молодежь не так уж активна, как я, к сожалению. И работая в этом колледже, уча программистов, веб-дизайнеров, я задумался, что я могу реализовать цифровую репрезентацию культурного наследия. Ну, говоря простым языком, вы можете сделать что? Фото-видео-контент или электронный русско-долганский словарь. Также можем сделать приложение к культурному наследию. А какие мероприятия вы будете запечатлеть, сохранять на память своим потомкам? В общем, в рамках моего проекта планируется 5 направлений. И два из них — это снятие фото-видео-контента летнего мероприятия, это праздник Хейро, и зимнего — это слёт оленеводов в Аннабарском улусе. Также мы хотим организовать хакатон, где студенты будут создавать либо сайты, либо приложения о наследии народов севера. А где это можно будет посмотреть, где это будет всё храниться? Вообще мы создадим также аккаунт и в Инстаграме, и в ТикТоке. Цель моего проекта — не только сохранить культуру народов севера, но и сформировать национальную идентичность народов севера, то есть как-то активизировать молодёжь. Поэтому мы все приложения будем использовать даже YouTube. Ая, а ваша работа имеет такое доброе, светлое название «Смарт-Тбе». И даже не говорящий по-якутски поймёт, о чём идёт речь, но в чём же заключается ваша работа? Ну, наверное, практически каждый из нас сталкивался с тем, что наши родители или бабушки, дедушки просят нас отправить электронное письмо, ну, либо даже просто фотографию по WhatsApp, уже не говоря о приложениях госуслуг. И если бы они на каждодневной основе самостоятельно могли пользоваться этими приложениями современного смартфона, то это бы облегчило их жизнь, и они могли бы не быть в таком социальном информационном вакууме и взаимодействовать со всем миром. Поэтому, если по-простому говорить, то это проект, который помогает молодому поколению, помогать старшему поколению пользоваться смартфоном, и они будут их обучать, чтобы как бы наше старшее поколение легко могло спокойно пользоваться смартфонами. А как вот происходит обучение, и чему именно вы будете обучать наших бабушек, дедушек? Ну, вообще, да, мы собираемся разрабатывать методические материалы для всех, кто будет нашим волонтером и вообще хочет присоединиться к нашему движению. И также мы сделаем буклетчики и напоминалки для наших подопечных, да, бабушек и дедушек. Поэтому по такому краткому руководству любой человек сможет грамотно обучить свою бабушку, дедушку, да, пользоваться смартфоном. И все это, конечно, мы сделаем большой опрос, чему хотели бы научиться наше старшее поколение. И, ну, конечно, госуслуги самое первое, потому что вот без госуслуг сейчас никуда не пройти, не проехать. Поэтому большое внимание мы будем уделять соцсетям и госуслугам. Обучение уже началось, да? Ну, вот, да, первые добровольцы, наши студенты, они уже, ну, мы как хотели попробовать, да, как они будут чувствовать себя в роли волонтеров. И они начали уже со своих близких, то есть со своих бабушек и дедушек и соседей. И вот прям такие позитивные отклики были, что со стороны бабушек, то со стороны студентов, которые прям очень обрадовались, увидев, как старшее поколение радуется, что их учат. И они научили использоваться. А в дальнейшем как вы планируете находить своих вот подопечных? Ну, сначала это будут наши студенты колледжа. И когда я рассказала про свою идею своим друзьям, они, ну, тоже молодежь получается, и они были очень воодушевлены, такие, а как мы можем присоединиться к вам? И я, ну, мы создадим страницу в Инстаграме, конечно же, и оттуда можно будет легко скачивать методический материал и по ним учиться. Нет, а вот я имею в виду бабушек, дедушек, как вы будете находить, которые нуждаются в этой помощи? Ну, вот сначала, да, мы решили, что для того, чтобы волонтер эмоционально почувствовал подъем сил своих, сначала они будут обучать своих бабушек и дедушек, прям на своих родственников и соседей, и также, как бы, друзей своих бабушек и дедушек. Ну, всегда мы рады, да, если кто-то там скажет, можете помочь обучить мою бабушку, дедушку, мы с удовольствием поможем. Интересно, а сколько времени уходит на обучение, вот, пользоваться приложением госуслуги или Инстаграм, я не знаю, фотку отправить по WhatsApp? Как в среднем? Ну, сейчас мы это еще не считали, но примерно... Как вы думаете? Примерно месяц, да, это будет такая комплексная работа, потому что, ну, один раз прочитал и потыкал, это не выучится, поэтому, как бы, это нужно систематически как-то проходить. Практика, да? Да. Ну, вообще, мы планируем, что в будущем еще будем обучать именно информационной безопасности. Слишком много мошенников получилось, и вот после года реализации этого проекта, если мы увидим, что все идет хорошо, и вот наши подобичные начали пользоваться смартфоном уверенно, то мы уже будем рассказывать, ну, как, например, ну, не попадаться на уловочки мошенников. Да, это очень важно, очень актуально. Друзья, не забывайте, что мы работаем для вас в прямом эфире, звоните нам в студию, задавайте вопросы нашим гостям. Телефон студии прежний, 32-0066-32-1166. Также, конечно, вы можете задавать вопросы по WhatsApp. Николай, вопрос к вам, да? А вот вообще, почему и откуда пришла вот такая идея заняться именно вот этим проектом? Я сам представитель Долган, я родился в селе Сосколаханабарского района, и, как мы знаем, это национальный Долган, эвенкийский улуз. И еще я учился в школе Арктики, это экспериментальная школа в городе Нерингри, где обучают коренных малочисленных народов севера. Вот там-то и появился интерес к культуре, к языку народов севера. И вот с тех времен я всегда активно участвовал в мероприятиях и думал, как я могу помочь своему народу. И не случайно в прошлом году мой район праздновал юбилей 90-летия, и я думаю, это достойный подарок для моего улуза. А вы сказали, что молодежь не очень активна, да? Вот как вы думаете, с чем это связано? Я думаю, это связано с национальной идентификацией. Вообще Долганы и Якуты очень похожи, именно лексика, язык. И многие якутяне скажут, что долганский язык — это якутский язык. Похожий, да? Да, похожий. Ну, конечно, похожий. Мы же не говорим о том, что русский язык и украинский, либо белорусский язык — это одно и то же. Ну, какие-то слова могут быть знакомы. Да, 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 да. Они имеют... Ну, они одного семейства, но это не одно и то же. У нас в студии есть звонок. Доброе утро. Мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Можно вопрос. Да, вот такой одинокоживущий инвалид, вот имеет телефоны, да, только не умеет вот некоторые вот эти, как по Ватсапу, как... Ну, по Ватсапу умеет, да, по Инстаграму, по Телеграму и еще вот по Одноклассниках. И вот некоторые предложения вообще не умеют. Могут ли прийти сюда домой, не ходячий он человек? Конечно, я думаю, да? Да, с удовольствием, конечно. Сколько будет стоить это? Это все бесплатно. Это у нас социальный проект, социальные гранты. И мы делаем наши проекты для того, чтобы развивать нашу Якутию и Якутию в частности. И вообще наш проект – это добровольнический проект, да. Поэтому я, наоборот, мы, я и моя команда, да, будем очень рады, если будут отвлекаться люди, которые хотят у нас обучиться. Ая, вот вы подскажите, да, где вас можно будет найти? Ну вот сейчас, да. На самом деле, проект, хоть его и одобрили, мы ждем прямо официального одобрения, чтобы нам пристали договор, и мы все это подписали. Пока нет договора, мы, как бы, такие шаги не начали делать. Но это в ближайшее время все равно случится, да? В ближайшее время случится, да. И, ну, мы будем тогда широко попытаемся информировать население. Следите за информацией, как говорится, да. Ребят, скажите, пожалуйста, а каковы сроки ваших проектов, насколько они долгосрочны, Николай? На реализацию данных проектов нам дается один год, то есть до мая следующего года мы должны будем выполнить все наши планы. А каковы перспективы? Ну, вообще, да, это, ну, наши проекты не закончатся вот этим промежутком в один год, и мы постараемся, чтобы в дальнейшем все наши заслуги, они дальше продолжались и приносили пользу. И развивались. И развивались, да. Огромное спасибо вам за интересную, полезную беседу, я желаю вам удачи, хорошего настроения, ну, еще раз поздравляю с этой колоссальной победой. Друзья, сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу, не переключайтесь, через несколько мгновений снова встретимся и поговорим уже о здоровье. Доброе утро, дорогие друзья, программа Якутск сегодня продолжает свою работу, и я спешу напомнить, что сегодня на календаре 7 апреля Всемирный день здоровья. Сегодня на фоне эпидемии коронавирусной инфекции о привычном ОРВИ уже не думают, но другие респираторные заболевания, вирусы по-прежнему продолжают атаковать людей, от них тоже нужно защищаться. Следует помнить, что болезнь лучше предотвратить, чем лечить последствия. И я рада представить вам нашего следующего гостя. Это врач-инфекционист клинической больницы нашего города Веронику Васильеву, которая сегодня ответит на все волнующие вопросы по поводу профилактики ОРВИ. Доброе утро, Вероника Сергеевна. Здравствуйте. Всем известно, что ни один ребенок не застрахован от ОРВИ. Какие меры необходимо предпринять, чтобы не допустить развитие болезни у ребенка? Ну, во-первых, конечно, это в первую очередь профилактика, гигиена, которую нужно соблюдать. Возраст не важен ведь, правда? То есть болеют все. Все, абсолютно все. И взрослые, и дети, дети в любом возрасте. Абсолютно в любом. С самого рождения, до исполнения 18 лет они болеют, ну и взрослые в том числе тоже. Поэтому за новорожденными грудами, соответственно, следит мама там, да, как и до пяти, до шести. Но вот именно в новорожденном возрасте в первую очередь мама, потому что от ее чистоты, как она будет ухаживать, будет зависеть о здоровье ребенка. Ну и профилактика. Мыть руки, проветривать. Ну вот всем известные меры профилактики. А вот еще же есть такое понятие, как грипп и ОРВИ. Это не одно и то же? Если нет, то чем они друг от друга отличаются? На самом деле очень многие путают. Вот грипп и ОРВИ думают, что это одно и то же. На самом деле нет. Грипп — это грипп. Вот грипп — это инфекционное респираторное заболевание, которое вызывается именно вирусом гриппа. Вот именно вирус гриппа вызывает грипп. ОРВИ — это острые респираторные вирусные инфекции. Они вызываются группой вирусов. То есть там их несколько и много. И они поражают верхние дыхательные пути. То есть нос, ренит, назофарингит, фарингит, рахит, ларингит. Вот эта группа заболеваний, она вызывает... Все входит в ОРВИ. А какие симптомы тогда получаются при ОРВИ? Это, я так понимаю, насморк, может быть, боль в горле, кашель, да? Да, совершенно верно. В чем отличие гриппа и ОРВИ? Как их различить? ОРВИ протекает более легче и постепенно нарастает. То есть начинается чихание, насморк, легкое покашливание. А потом уже температура 37, незначительно высокая. 37,5, самая такая противная. А грипп начинается острее. То есть прямо сразу с высокой температуры, 38. Ребенок лежит, у него интоксикация. Он не ест, не пьет, у него болят мышцы, у него болит тело. Он ведь такой вот слабенький, только лежит. Потом уже у него проявляется. Вот и кашель проявляется, и насморк может быть. Вот. Это основные отличия ОРВИ и гриппа. Ну и получается лечение, наверное, разное, да? В принципе, да. То есть лечение... Ну, грипп и ОРВИ — это всё равно вирусы. Мы всё равно их лечим противовирусными. Но ещё плюс симптоматические, то есть насморк, снижаем температуру. Головная боль, если есть. Да, головная боль, если есть, мы её убираем. Ну и кашель, вот от кашля. То есть всё равно немножечко сходства есть. Опять же, будет всё зависеть от наслоения вторичной инфекции. А вот в чём заключаются меры профилактики гриппа у детей? Чем-то они отличаются от профилактики ОРВИ? Конечно, основная профилактика гриппа — это вакцинация в предэпидемиологический период. Не зимой, не осенью, когда уже снег выпал, когда уже начинают заболевать. Предэпидемиологический — это в конце августа, в начале сентября. Перед школой, перед садиками обязательно необходима вакцинация. Многие говорят, вот я привился, но всё равно заболел. Возможно, вы заболели, но это, возможно, это был не грипп. Вообще вакцинация от гриппа, она типоспецифична. То есть есть у нас три типа вируса гриппа. А, Б и С. Мы всегда прививаемся типоспецифичностью, либо А, либо Б. Ну, в основном вот от А мы прививаемся, и мы этим гриппом не болеем. То есть мы от гриппа, от этого спасены. Но мы не спасены от других, но и ими заболеть намного реже. То есть очень редко болеют дети. В основном уже ОРВИ выходят. Многие, кстати, родители отказываются от вакцинации, да, от гриппа. С чем это связано? Как вы можете это объяснить? И надо ли вообще ставить вакцину от гриппа? К сожалению, да, очень такая тенденция пошла. Отказываться, в принципе, от всех прививок, не только от гриппа, что очень жаль. Мы вот дети советских времён, когда только начали ставить прививки, в принципе, мы вот не болели вот этими всеми заболеваниями, которыми болеют сейчас дети. Прививки ставить необходимо, от гриппа в том числе обязательно. Пусть родители говорят, мы всё равно заболеем. Нет, это не так. Нужно ставить обязательно. Возможно, вы забелеете, но заболеете ОРВИ. И ваша болезнь будет протекать намного легче, чем вы заболеете гриппом. Не дай бог, это ещё перетечёт в какое-то осложнение, потому что грипп протекает сложнее, чем ОРВИ. Поэтому прививаться от гриппа необходимо. Вакцина необходимо раз в год проводить? Да, раз в год. Вот вы сказали, в августе, перед садиком, перед школой. Да, в начале сентября. А зависит ли, есть ли какая-нибудь разница между самой вакциной, импортная на отечественное производство или разницы нет? В принципе, разницы нет. Но вот родители отмечают, что вот нам, пожалуйста, только импортную. От неё не поднимается температура или что-то ещё. На самом деле, это всё зависит от иммунитета самого ребёнка. То есть каждый ребёнок индивидуальный. Это вот свой организм, уже состоявшийся. То есть как он ответит на вакцинацию, так вот оно и будет. Неважно, российская она или импортная. А, кстати, надо ли менять вот эти вакцины? Допустим, сегодня, в этом году я поставила вакцину определённой марки, а на следующий год нужно другую обязательно, чтобы не было привыкания, как к лекарствам. Ну, привыкания так такого не будет, как к вакцинации. Потому что это всё-таки раз в год всего, да? Да, раз в год, да. То есть мы ставим вакцину, наш организм, защитные тельцы начинают выпускать такой защитный барьер. И когда мы встречаемся с этим вирусом, он их отталкивает, побеждает, мы не болеем. Но со временем-то всё равно вот эти тельца, они уходят и пропадают, погибают. В том же, в борьбе с этим гриппом, вирусом, да, всё равно нужно прививаться. Получается, непринципиально какая именно вакцина, главное привиться вовремя. А что насчёт вот применения иммуностимуляторов? Вот вы говорили про противовирусные, это вот иммуностимуляторы, они и есть, да? Ну да, но тоже двояко на самом деле, потому что это иммуностимуляторы, они немножечко изнашивают наш организм. То есть мы принимаем иммуностимулятор, наш организм понимает, так, мы к чему-то готовимся, к какой-то борьбе, нужно наших солдат выпускать на бой. Они вот вырабатываются, 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 а потом, когда будет необходимо встретиться всё-таки с вирусами, наш организм устанет их вырабатывать и перестанет просто. Поэтому переусердствовать иммуностимуляторами тоже не стоит, вообще, ну, нежелательно. Когда вы почувствовали первые недомогания, тогда да, можно принимать. То есть непосредственно при болезни только? Непосредственно, да. При первых симптомах, ой, я что-то чихну, как-то чувствую себя там не очень хорошо, надо бы принять. Вот тогда, да, то есть первая дозировка там, она ударная, то есть большая, а потом уже постепенно переходит на обычную. А вот что насчёт народных способов профилактики? Лимон, чеснок, ну и другие, вот насколько они эффективны и можно ли их давать детям? Ну, лимон, чеснок, лук. Чеснок и лук — это вообще, ну, не подсластители, а как они вкус. То есть они вырабатывают, чтобы наши слюны и железы вырабатывались, аппетит пробуждает. Вот, лимон — это цитрус, а цитрус у нас — это аллерген. В последнее время дети очень аллергичны, прям на многое, да, в первую очередь на лимон. Старшим детям, вот большим уже, можно попить чай с лимоном, но не переусердствовать, горяченький, там, с сахаром, с лимоном, да. Но детям помладше лучше нет. А в каком возрасте вы говорите? Это примерно вот какой? Ну, начиная уже с конца начальной школы, то есть там четвёртый и пятый класс можно. Можно уже предлагать вот такие вот народные средства, да. А вообще, вот они эффективны или это вот бабушкины сказки? Ну, в какой-то мере, да, всё равно в лимоне находится витамин С в достаточном количестве, который необходим нам для иммунитета. То есть поддерживать, да, но не лечить. То есть лимоном вы себя не вылечите, вы просто поможете организму избавиться от интоксикации во время высокой температуры, например. То есть вы поможете организму восстановить силы. А вот что насчёт именно, вот какие способы профилактики вы можете посоветовать, да? Давайте напомним нашим телезрителям, может быть, это, конечно, будет очевидно достаточно, да, вот закаливание, что ещё вот можно? Вполне. Обязательно в период эпидемии избегать мест массового скопления, потому что очень много людей, когда находятся в одном помещении, они дышат одним воздухом. Это всё смешивается, и благоприятная среда для вирусов, для бактерий происходит, поэтому нужно избегать такие места. Обязательно, конечно же, вакцинироваться, мыть руки перед едой, после посещения массовых скоплений, после улицы. То есть вот это основное. Обязательно необходимо проветривать помещение, где находится ребёнок, потому что сухой, вот тёплый воздух – это, опять же, благоприятная среда для вирусов. Влажная уборка тоже очень хорошо помогает. Увлажнение помещения, то есть нужно обязательно увлажнять воздух. И, ну, закаливание. Можно закаливаться. Кто вот, родители, которые умеют закаливаться, с самого детства закаливались, они, в принципе, могут это делать. Кстати, как правильно нужно закаливать своего ребёнка? Из какого возраста уже можно это начинать? Так, ну, закаливание начинается всегда с обтирания. Всегда просто обтираешь. Потом уже постепенно нарастается до душа, такого прохладного. Из пероножки, наверное, да? Обязательно. Да, постепенно, постепенно, по одной части. Вот мы каждый раз закаливаем ванночки для ног тоже. Очень эффективные, с ромашками и так далее. Кто как любит. А с какого возраста уже можно начинать это делать? Так, с какого возраста? Ну, родители, в принципе, сам определяют, но уже с школьного. Всё-таки не садовский возраст? Нет, со школьного возраста. Что ж, друзья, мы сейчас уходим на короткую рекламную паузу. Не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Сегодня мы говорим о профилактике ОРВИ с врачом-инфекционистом Вероникой Васильевой. Звоните нам в студию, задавайте свои вопросы. Друзья, на календаре сегодня 7 апреля, Всемирный день здоровья. И сегодня мы говорим о профилактике ОРВИ с врачом-инфекционистом детской инфекционной клинической больницы Вероникой Васильевой. Не забывайте, мы работаем в прямом эфире. Задавайте вопросы нашему гостю. Телефон в студии 320-066-321-166. Также вы можете спрашивать нас по WhatsApp 8-964-428-8818. Вероника Сергеевна, скажите, пожалуйста, вот почему ОРВИ по-разному протекает у детей? Ну, как я и сказала ранее, что ОРВИ — это совокупность разных вирусов. Там АДНО вирусов, РИНО, РС вирусов, ЭНТРС вирусов и так далее. Поэтому они и протекают по-разному. То есть каждый вирус что-то поражает своё. Там АДНО вирус поражает глаза, может, кишечник там, да? Может быть, конъюнктивит, фарингит, то есть это вот горлышко. И, может быть, расстройство желудочно-кишечного тракта. РС вирус поражает, там, насморк, выраженный насморк. Также фарингиты, трахиты, ларинкотрахиты могут быть и так далее. Поэтому и они протекают по-разному, их так много. Ну, может же быть, да, такое, что вот не один вот вирус, а их двое, там, или три, да, вируса вместе вот пришли и напали на ребёнка. И, соответственно, такое вот сложное течение болезни проходит. Или обязательно это один вирус из вышеперечисленного? Может быть, вот один вирус. Вот, знаете, вирус с вирусом, они очень редко вместе. В основном один вирус и, может быть, присоединение какой-то бактериальной уже, то есть бактерий, не вируса, а бактерий. Вот такое часто случается, да. А вообще, как часто в норме может ребёнок болеть? Ну, в норме, ну, до трёх раз в год. В год до трёх раз ребёнок может заболеть. ОРВИ именно, да? ОРВИ, да. А если мы говорим о гриппе, то сколько раз? Грипп тоже в том числе входит. То есть вообще, в принципе, ребёнок в год может болеть всем простудным заболеванием в год три раза. А если это чаще намного происходит, что нужно делать? Нужно профилактику проводить. Как мы говорили уже ранее, да? Да, повышать иммунитет. Тут уже нужно повышать иммунитет. Разбираться, в чём проблема. Сейчас вот дети же у нас очень часто болеют, да. Три раза в год это что-то очень мало. Можно сказать, что он вообще даже не болеет. Это связано, скорее всего, с тем, что не развита ещё иммунная система. Возможно, он рано пошёл в садик. То есть лучше детей в садик отдавать с трёх лет. Потому что к трём годам иммунная система у ребёнка, она более-менее уже сформирована. До трёх лет она только начинает формироваться. И он как губка впитывает в себя всё. И если он в это время начинает ходить в садик, то он будет болеть уже, пока не подрастёт. Пока его иммунная система не начнёт справляться с этими вирусами. А некоторые, кстати, мамы думают, что чем раньше ты в садик отдашь ребёнка, тем крепче будет иммунитет. То есть какая-то защита, много болезней, много защиты. Это неправильно значит, да? На самом деле нет. Он начинает, то есть иммунитет должен сформироваться, а потом уже он будет хорошо отвечать на все вот эти вирусы и бактерии. Если он раньше встретится, он как начнёт болеть, то есть у него не будет силы иммунитета, чтобы построить для себя защиту. Он будет себя пытаться защищать, у него будет это очень плохо получаться, он будет весь ослабленный. И только к 10 годам, к 7, к 8, к 9, к 10, более-менее ребёнок перестаёт болеть. То есть вот так вот долго происходит восстановление иммунной системы. А если болезнь всё-таки вот пришла, не миновала, да? Какие первые действия родителя? Можно ли самому лечить ребёнка? Если да, то чем? Ну, если ребёнок уже заболел, то в первую очередь всегда оставайтесь дома. Остались дома, вызывайте врача. Если у него нет температуры, тогда приходите в поликлинику, и только с назначения врача лучше лечить. Потому что не все родители знают, как правильно и чем лечить. Лучше спросить у специалиста, чтобы не усугубить ситуацию, чтобы не было никаких осложнений, чтобы ничего не пропустить. А если температура у ребёнка, надо ли её сбивать вообще? Если да, то чем? Да, этот вопрос встречается часто. Температуру сбивать нужно, если она выше 38,5. Если температура 37,8, то 38,1, эту температуру сбивать не нужно. 38,4 выше уже сбиваем. Какие антибиотики можно давать ребёнку при ОРВИ? Ну, что такое антибиотик? Это антибактериальная терапия. Это уже антибиотик. ОРВИ — это вирусы. То есть мы не лечим вирусы антибиотиками. Если происходит, как я уже говорила ранее, наслоение бактериальной инфекции, только в таких случаях мы назначаем антибиотик. ОРВИ мы лечим противовирусными препаратами. Можно ли гулять с температурой до 38 градусов? Я знаю, кстати, что вообще в мире существует разная реакция на ОРВИ. В Японии, например, гуляют спокойно с температурой. В садик уходят, в школу ходят. Взрослые больничные вообще не берут, если заболели. Вот в нашем, в российском обществе. Вот как можно поступить в этом случае? Конечно же, с температурой до 38 у нас гулять нельзя. Да и ребёнок будет не в состоянии вообще это сделать. Даже если он будет бегать, прыгать, вы пойдёте на улицу, подхватите ещё что-то, и у вас температура будет уже не 38, а 39. Поэтому так делать нельзя. Япония, там совсем другие, там совсем другая жизнь. Там совсем другое питание. Там совсем другая среда обитания. То есть сравнивать всё-таки Россию с другими зарубежными странами, даже близко находящимися, не стоит, потому что культуры совсем разные. Так, часто Орвик грипп сопровождается кашлем. С какого возраста детям можно давать всевозможные разжижающие мокроту препараты? Ну вот, смотрите. Разжижающий и кашель. Кашель бывает разный. Он бывает сухой. При сухих кашлях разжижающие мокроту препараты не показаны, потому что разжижать нечего. Кашель сухой. Что ему разжижать? Нечего. Он просто вот сухой кашель. Нужно найти этиологию, причину вот этого кашля и потом уже вылечить вот этот вот очаг. Кашель уже начнёт сам по себе спадать. Другое дело влажный кашель. Если он влажный, так вот хорошо отходит, прям мокрый, а мокроты нет. В этом случае, когда нет мокроты, в этом случае необходимо разжижать, да. Тут у нас идут с двух лет разжижать. Но бывает, что и дети до двух лет тоже болеют, правда? Этих детей мы стараемся лечить в стационарах всё-таки. Потому что возраст маленький, не дай бог, будут какие-то осложнения. И там уже мы в стенах стационара назначаем ему лечение определённых препаратов. А если вот вы сказали, да, кашель влажный, продуктивный, с отхождением мокроты в этом случае, какие препараты надо принимать, надо ли вообще? В этом случае мокрота пускай отходит. Это хорошо, да. То есть если организм сам выталкивает эту мокроту, это уже очень хорошо, ребёнок начинает выздоравливать. То есть ничего не нужно давать, да помогать, усугублять, может быть, да? Усугублять нет. Я слышала, что в качестве раствора для ингаляции с помощью небулайзера можно использовать минеральную воду. Это так или нет? Так, вообще, что такое минеральная вода и где её применяют? Это в основном для лечения желудочно-кишечного тракта, правда? Там находятся кислоты определённые, соли, чтобы помогать намовшему желудку, кишечнику восстановиться и выздороветь как-то. Лёгкие. Лёгкие — это чистая стерильная среда, по идее, должна быть. Мы ничего в лёгких в мокроте не должны высеивать. И дышать минеральной водой нельзя, потому что минеральная вода, она нестерильна. В ней находится много всяких солей, кислот, которые в дальнейшем могут навредить в паренхимии наших лёгких. То есть мы будем дышать ингаляцией, и у нас будут происходить патологические процессы, которые не должны быть минеральной водой, дышать нельзя. Но вообще пользоваться небулайзером и ингаляцией нужно только по рекомендации врача, да? Обязательно, да. Об этом. Ещё вопрос такой. Зелёные сопли — это повод для паники? Зелёные сопли. Зелёные сопли говорят о том, что организм уже встречался с бактериальной инфекцией. И вот именно цвет говорит о том, что бактерии уже умерли. Ага. И в этом случае тогда что? В этом случае нужно промывать нос. Ну, в первую очередь, конечно, обращаться к специалисту обязательно, к педиатру по месту жительства, к участковому, к лору-врачу, вот нос — это вот их стихия, лора врачей. И вот они будут уже назначать, что ну вот что мы можем делать дома — это хорошо промывать нос обязательно. Даже когда вы приходите с прогулки, моете руки, и обязательно нужно промывать нос, потому что в носу у нас скапливается вот вся инфекция, которая в последующем попадает уже в наши дыхательные пути верхние. Вот вы до этого в первом блоке нашего общения говорили, что грипп достаточно сложно протекает, в отличие от ОРВИ. А вообще ОРВИ чем опасна? Какие осложнения может быть, она может дать? Ну, смотрите, грипп и ОРВИ, они в принципе могут дать все осложнения, да? Начиная от бронхитов, бронхиолитов до пневмонии. И грипп, и ОРВИ. Вот, они могут дать до пневмонии осложнения. Какие первые признаки пневмонии у ребёнка? Вот как не пропустить это опасное заболевание? Ну, пневмонию мы увидим только по снимку, по рентген-снимку. И врач может услышать какие-то определённые хрипы. Визуально мы этого не увидим. Возможно, будет выраженная отдышка. Вот прям, ему будет очень плохо дышать. Круги под глазами, то есть вот это может быть. Что ж, огромное спасибо, Вероника Сергеевна, за такие вот полезные советы. Я думаю, что наши телезрители и радиослушатели прислушались к ним. Антибиотики не пьём, витамины принимаем и лечимся. Идём к педиатру, если, увы, заметили первые симптомы своих детей. Друзья, я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго, хорошего вам настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин